Правильно сделать выкройку, прошить и отутюжить ткань. С этого начинается утро швеи. Здесь работают над новогодними костюмами. 27 декабря на открытии главной ёлки мечи увидят представление. Снежная королева, глобальное потепление. Из костюмов уже готовы сова, ёжик, снеговик и мышь. Сейчас закройщица вырезает будущее крылья для воронов. Также сказочных персонажей, которые мы придумали и сами ввели в сказку, это снегобумы. Мы тоже вам их продемонстрировали. Их будет 20 человек, которые будут передвигаться по площади с фонариками и создавать сказочную атмосферу на площади. Пока швея занимается костюмами, в этом цеху дизайнер работает над декорациями. Основная тема украшения – сладости. В усадьбе Деда Мороза будет несколько локаций – цех пряников, пончиков и заморозки. По словам Элины Кругловой, все украшения огнеупорные. Ткани каркас пропитаны специальным раствором. Картонные пряничные домики уже готовы, а сейчас приклеивают глазурь на пончик. Сначала у нас в столярном цеху изготовили из дерева каркас, который потом обшивался у нас поролоном, полирексом, изолоном. И в итоге уже ткань. Получается, конструкция довольно-таки массивная, объемная, но тем не менее она мягкая. И плюс еще будет очень мощное крепление, которое, конечно же, сдержит любые натиски детей. В прошлом году на Омских дорогах впервые появился Дед Моробус. В эти новогодние праздники он снова поздравит омичей. За один день экипаж будет объезжать один округ. Сейчас автобус украшают и устанавливают колонки. В нем будут ездить Деды Морозы, долгожданные взрослыми и детьми. И об этом говорят и украшения, и наклеечки праздничные. Еще будет он с подсветкой светиться, более ста лампочек и спереди, и сзади, и по бокам. Увидеть автобус-моробус на дорогах города вы сможете с 25 по 30 декабря. Ирина Сорокина, Андрей Кузьмин, Антенна 7.